Акмела Репенс Акмела Ползучая Довольно редкое растение, причем изначально произрастало оно в юго-восточной части США, в центральной и южной Америке, от Мексики до Парагвая, населяя болота, населяя прибрежные какие-то зоны. Однако, в 2012 году аквариумисты-любители из Техаса собрали экземпляры этого растения и решили утопить их под водой. И о чудо! Я показываю это растение вам в рамках рубрики «Аквариумные растения». Принадлежит Акмела семейству Астровые. Да-да, там же где-то затесались подсолнух и ромашка. Да что уж там ромашка, у Акмелы цветы, а цветет она довольно часто в надводных условиях, цветы похожи на маленькие подсолнухи, желтые-желтые. Аквамен, сдрисну отсюда как понос, втираешь нам какую-то дичь. Растение-то вертикальное, а ты говоришь «Акмела ползучая». Да, все верно, только вот до 2012 года, повторюсь, Акмела у многих ассоциировалась с надводным растением. А в надводных условиях Акмела ползучая ползет, стерется по земле. Так вот, растет она в аквариумных условиях высоко, до 40-50 сантиметров, поэтому втыкать ее лучше на задний план. Размножается делением стебля и боковыми побегами. Внешне это вечно зеленое растение без каких-либо вау-эффектов. Для взращивания ее в аквариумных условиях вам не понадобится каких-то изысканных манипуляций. Достаточно света от среднего до яркого. Желательно удобрять, можно даже газовать, а можно и не вдувать углекислый газ. И без этого Акмела будет расти не особо быстро, но все же. Растет Акмела репенс еще и в надводных условиях, и это логично. А еще ее можно поселить в Полюдариум, Террариум, Флорариум. В общем, тут все как обычно, как и с большинством аквариумных растений. В Меристемах я ее пока что не встречал. Если вы содержали это растение, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Аквамен, увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok